А вот скажите мне, я думаю, что тоже интересно понять, как можно расследовать, например, расстрел на Майдане кого-либо, если, получается, есть закон, который запрещает Генеральной прокуратуре расследовать дела против людей, которые стреляли и в сотрудников Беркута. Я так понимаю, если, например, это не сотрудники Беркута, то даже если протестующие стреляли в других протестующих, даже это рассматривать, получается, нельзя, и это, получается, подпадает под амнистию. Как, в принципе, можно было расследовать это дело? Абсолютно точно. Но, действительно, существует и на сегодняшний день действует закон 21 февраля 2014 года. А Зеленского нет инициативы, чтобы его отменить? К сожалению, нет такой инициативы. Действительно, статья 9 данного закона, который называется о недопущении уголовного преследования участников акции протеста, Этим законом запрещено расследовать факты убийств сотрудников милиции, факты нападения, совершения государственной измены и так далее. То есть целый ряд статей Уголовного кодекса подпадает под так называемую амнистию. Первое, что этим законом фактически установлено, юридически при юридиции установлено, что у активистов и Майдан был вооружен, потому что там четко сказано, что люди, которые были участниками акции протеста, освобождаются от уголовной ответственности по фактам применения огнестрельного оружия. То есть факт, что они были вооружены и убивали сотрудников милиции, установлен в том числе и на уровне законодательном. Первое. Второе, действительно, прикрываясь этим законом, органы прокуратуры фактически не расследовали факты убийств сотрудников милиции, опускали этот вопрос и блокировали. Мало того, если я не ошибаюсь, там даже есть норма закона, что если там в прокуратуру поступили доказательства... Они подлежат уничтожению. Да. То есть это как бы ассортно. Интересно получается. Я обращаю ваше внимание, что на мой взгляд, я об этом постоянно говорил и говорю, что в отношении организаторов массовых расстрелов, так называемых лидеров Майдана, я считаю, что данный закон на них не распространяется. Объясню почему. Почему? Потому что организаторы применения огнестрельного оружия на Майдане, они расстреливали не только... И организаторы, и исполнители. Они расстреливали не только сотрудников милиции, но и самих активистов. А если это так, значит, на них не распространяются действия данного закона, и по ним необходимо проводить необходимое оперативно-следственное действие. И Генеральная прокуратура, понимая это, все равно в отношении активистов Майдана, организаторов массовых беспорядков, вооруженных массовых беспорядков, они не расследуют. Но вы обратите внимание вообще на поведение прокуроров Генеральной прокуратуры в процессе. Вы, каждый из нас, может в свободном доступе получить доступ и посмотреть уголовное рассмотрение судебного производства по сотрудникам Беркут, которые слушаются в Святошинском суде. И вы увидите, что фактически прокуроры оправдывают людей, то есть они оправдывают, отстаивают их интересы, людей, которые расстреливали сотрудников милиции. Обращаю ваше внимание, что именно среди сотрудников милиции первые были жертвы от огнестрельных ранений. Сначала начали расстреливать сотрудников милиции, а потом начали погибать и участники акции протеста. Но обратите внимание, что среди потерпевших людей, гражданских лиц, очень много получили сквозных ранений. Что это значит? Это значит о том, что невозможно на сегодняшний день установить, из какого вида и типа оружия они были убиты. А это значит о том, что, зная о том, что и в гостинице Украины, и в консерватории, и на баррикадах, которые были под контрольным активистам, находились стрелки, находились с оружием, снайперскими винтовками, охотничьими карабинами, сильным боем и так далее. Зная о том, что эти люди получали ранения и в спины, и с траектории, и с направлений гостиницы Украины, абсолютно точно. Мы для себя четко понимаем, что вот те стрелки, которые расстреливали милиционеров, они также стреляли и в гражданских лиц. Для чего они эти делали? Задаемся вопросом. Для чего нужно было стрелять и в одну, и в другую сторону? Не установленным стрелкам. А некоторые, в принципе, установлены. Но сам же Липовой, вот этот обвиняемый, подозреваемый Липовой, который из группы Поросюка, он говорит о том, что они знали прекрасно, что 21 февраля 2014 года будет подписано соглашение между властью, в лице Януковича и оппозиции, вместе с гарантами представителей Франции, Германии и Польши. Будет подписано соглашение, согласно которому Майдан должен был, в общем-то, разойтись и так далее. Поэтому 20 февраля, накануне подписания данного соглашения, произошли массовые расстрелы с конкретной целью, чтобы либо первое, а, не было подписано это соглашение, второе, если оно будет подписано, оно не было исполнено. Как мы уже видим, оглядываясь на историю, им получилось это сделать. То есть факты расстрелов одной и второй стороны привели к тому, что уже, по сути, была точка невозврата. Ну и со всеми вытекающими последствиями.